АРТЕМИЙ ЗАВАРЗИН В Боингах вместимостью 132 пассажира. В продаже уже открыты. Средняя стоимость билета в одну сторону 7,5 тысяч рублей. У Архангельского областного института открытого образования новый ректор. Им стал Сергей Ковалев. Последние годы он руководил аппаратом администрации города. До этого работал заместителем губернатора Архангельской области. Помимо политической работы Сергей Ковалев является главой областного отделения российского военно-исторического общества. Ледоход на реках области может начаться на 10-15 дней раньше нормы. Толщина льда на реках по морю сейчас около 60 сантиметров. Уровень воды пока в норме. Ситуация на контроле отметили на совещании, которое прошло в Главном управлении МЧС России по Архангельской области. Ледоход на Двине начнется примерно 17-18 апреля и в этом году, по словам специалистов, он пройдет легко и спокойно. Подготовка к паводку идет во всех муниципалитетах области, однако некоторые трудности все-таки имеются. Мы всегда готовимся к более худшему варианту развития событий, поэтому готовимся по полной программе. Из особенностей, наверное, то, что на низких уровнях происходил ледостав, это первый момент, но, естественно, и сейчас уровни не очень большие. И второй момент, это большой снегозапас. Но в марте месяце, в связи с тем, что были положительные температуры, он несколько снизился и почти приблизился к среднегодовому. Это сейчас в регионе мы продолжаем. Помните, как ярко и интересно в феврале прошел в Архангельске чемпионат молодые профессионалы Поморья. Участие в нем принимали студенты техникумов и колледжей. Чемпионат прошел, но о молодых умельцах не забыли. По инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова учреждены именные стипендии за заслуги в сфере профессионального образования Поморья. Дополнительные денежные выплаты предназначены юным северянам, успешно выступившим на чемпионатах, которые проводятся под гидой глобального движения WorldSkills. Стипендии предполагается выплачивать студентам и выпускникам техникумов, а также колледжей региона. Кроме того, на денежные поощрения могут претендовать и представители вузов Поморья. Основной критерий – победа или призовое место в национальных и международных чемпионатах профмастерства. В 2016 году регион активно включился в движение WorldSkills. Россия создан соответствующий региональный координационный центр на базе Архангельско-областного института открытого образования. Для ребят, которые проявляют себя на национальном чемпионате, предусмотрены премии для победителей в размере 150 тысяч рублей, для призеров в размере 100 тысяч рублей. Не будут забыты и наставники ребят. За подготовку лучших молодых профессионалов страны, педагоги и мастера получат дополнительные выплаты от 50 до 100 тысяч рублей. Необходимые денежные средства предусмотрены в региональном бюджете. Добавлю, что за несколько последних лет 8 студентов техникумов и колледжей Архангельской области стали победителями и призерами чемпионатов WorldSkills. К другим темам предприниматели все чаще ищут обходные пути, чтобы продавать населению опасную спиртосодержащую продукцию, при этом замещая ее на так называемые пищевые добавки. Ну а названия-то их говорят сами за себя. Коньячная, хлебная и так далее. Потому Роспотребнадзор продлил ограничения на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Торговля этим товаром будет запрещена еще как минимум 90 дней. Напомним, запрет на продажу спиртовых настоек был введен после массового отравления в Иркутске в декабре 2016 года, а в конце января запрет был продлен на 60 суток. В этот раз в список запрещенной к продаже продукции добавились спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы. Так и меры как раз и вызваны тем, что ряд недобросовестных предпринимателей после введения запретов попытался замаскировать опасную продукцию под разрешенные пищевые добавки. 30 марта вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, согласно которому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить сроком на 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции. При этом запрет, как и прежде, не коснется стеклоомывателей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также продукции, которую невозможно употребить в пищу. Мы продолжаем. Людям с ограниченными возможностями будет легче найти работу. Об этом позаботились федеральные чиновники. Министерство труда и социальной защиты России предлагает дать государственным службам занятости больше полномочий при трудоустройстве этой категории граждан. Это означает, что сейчас специалисты службы занятости должны работать не только с теми инвалидами, кто обращается к ним с заявлением о предоставлении услуг, но и с теми, кто к ним не приходит. Информация о гражданах, имеющих инвалидность, предоставляется в органы службы занятости населения от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. Наши специалисты, получив эту информацию, начинают работать с гражданами. Они обращаются к ним по телефону. При необходимости могут обратиться по месту его проживания. Поправки к закону о занятости населения уже подготовлены. По данным исследований, сейчас оплачиваемая работа есть у 16% инвалидов. При этом среди незанятых граждан этой категории готовность работать выражает примерно каждый шестой. К выходу в свет готовится очередное издание книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Иллюстрации к ней нарисовал наш архангельский художник Дмитрий Трубин. Моя коллега Валентина Скворцова побывала в мастерской художника и одна из первых увидела Алису в интерпретации «Северного мастера». И сейчас она поделится своими впечатлениями. Валентина, приветствую тебя в нашей студии. Поделись впечатлениями, пожалуйста. Здравствуй, Артемий. Прежде всего, я хочу сказать, что я буквально недавно вернулась из мастерской художника. И я, конечно, под полным впечатлением. Там царит такая творческая атмосфера. И я, человек, в общем-то, не особо близкий к искусству. Такое ощущение, что им вся напиталась. Приехала очень довольная, написала интересный сюжет. И самое главное, что бы я хотела сказать до того, как мы его посмотрим, это то, что иллюстрации к этой книге, несмотря на то, что книга, казалось бы, детская, они, в общем-то, как сам говорит художник Дмитрий Трубин, они не детские, но не подумай, Артемий, ничего дурного, просто они настолько оригинальны, что я думаю, что вот та выставка, которая будет на основе этих картин, она будет интересна всем архангелогородцам, и детям, и взрослым. Но я думаю, уже хватит интригу нагонять. Давайте посмотрим мой сюжет. С удовольствием. Это не первый опыт художника в иллюстрировании произведений. Свою первую «Алису» Дмитрий Трубин нарисовал еще 25 лет назад. Тогда книга была очень тепло встречена читателями. Но шло время, менялось мировоззрение, совершенствовалось мастерство, и появилось желание сделать новую версию кэрловской героини. Безусловно, это и работа другого формата, потому что тогда я делал формат книжный. Сейчас я люблю делать книгу в форматах, таких больших, выставочных, чтобы размахнуться, что называется. Я вообще люблю крупные вещи. Среди работ художника – иллюстрации к произведениям Андерсона, Гауфа, Усачева, Михалкова. Всего более 150 книг, тиражом около 10 миллионов. Но «Алиса в стране чудес» – одно из самых любимых произведений мастера. Это страшно любопытный и ответственный труд, и я получал удовольствие. Это же страшно интересный текст. Одних переводов в России, наверное, штук 6 или 7 «Алисы». Но в данном случае я иллюстрирую классический перевод Нины Михайловны Димуровой. Кстати, именно переводчик Нина Димурова написала книгу о Льюисе Кэрроли. В ней есть глава о Дмитрии Трубине и о его дочери. Ведь именно ее образ вдохновлял мастера. Падение Алисы в эту шахту, сквозь землю. И Алиса – это моя дочь. И чтобы уж совсем придать автобиографичность, я даже фотографию своей дочери маленькой, конечно, вклеил сюда. И она здесь висит, как портрет на стене. Книга пока еще не вышла в свет, но иллюстрации к ней скоро смогут увидеть все желающие. 17 апреля в 18 часов в Добролюбовской библиотеке состоится выставка картин художника, посвященных Олесе. О новостях региона продолжим рассказывать в 16 часов на канале ПС. Не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова